Если говорить про самую всю индустрию, то, мне кажется, она очень люто хайпанула с ковида, а потом ковид закончился, и люди стали возвращаться к привычному паттерну потребления медицинских услуг в оффлайне, и все это начало потихонечку слопываться. Человеку не так важно, где и как потреблять эту медицинскую помощь, то есть у него есть определенные джабы, сдать вот это, пойти туда-то и так далее, и мы их закрываем. Основная задача заключается сейчас для нас именно в этом. Закрывать, потом делать это более качественно с точки зрения стоимости, качества самого сервиса и цены. Привет, я Юра Агеев, и это 323-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Артем Присяжнюк. Мы поговорим о том, что такое телемедицина как продукт, какие потребности закрывает, из чего складывается экономика и как масштабируется инфраструктура. Обсудим рынок частной медицины, поиск Product Market Fit и вызовы, стоящие перед продуктом. И еще поговорим о том, как люди выбирают медицинские услуги, за что они на самом деле платят и каким может быть будущее телемедицины. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Билеты уже в продаже. Артем, привет. Юра, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я Артем, чуть более 7 лет в продакт-менеджменте. Сейчас работаю в Сберздоровье, занимаю позицию СПО и отвечаю за развитие цифровой телемедицины и цифровой медицины в компании. В компании уже больше 3,5 лет. Начинал свой путь с продакт-менеджера, отвечал за мобильное приложение. Потом внутри компании дорос до продакт-лида. Здесь у меня уже появился People Management, и я стал отвечать за развитие нашей платформы телемедицины, которая является одним из основных направлений бизнеса компании. И где-то полтора года назад я возглавил продуктовую команду одной из бизнес-вертикалей. До этого я работал порядка двух лет в Sports.ru. Мы делали социальную сеть для любителей спорта и ставок. Там я отвечал за ретеншн и монетизацию. А до Sports.ru у меня довольно интересный опыт. Я работал на ООН, занимался доставкой продовольственных грузов в страны Африки и труднодоступные регионы. Я сделал продукт, он полностью оффлайновский, никакого софта. Это платформа для сброса гражданских грузов. Продукт с нуля, просто от идеи, что нам нужно доставлять грузы в африканские деревни и делать так, чтобы мы их сбрасывали без парашютов, они не разбивались и никого не калечили внизу. Здесь я прошел путь с продуктом от нуля до его масштабирования. Собственно, в Африке я тоже жил, работал и там в том числе сталкивался с местной медициной. Очень круто. Сейчас, получается, из оффлайна в онлайн переносишь продукты. Давай подробнее про телемедицину. Что это такое? Я буду много использовать термин телемедицина в своем рассказе. На самом деле мы от него всячески уходим, потому что на самом деле он непонятен людям. Отвечая на твой вопрос, что же такое телемедицина, это по сути онлайн-прием между пациентом и врачом. То есть такой же обычный прием, в который ты или я приходим в клинику, создаем врачу какие-то вопросы с какой-то жалобой, болью, и врач их решает. Все то же самое только происходит в онлайне, посредством связи, через аудио, видео или даже чат, что на самом деле довольно удобно, когда ты находишься в месте, где не можешь обсудить какие-то свои медицинские проблемы в публике, в дороге, еще что-то. Да, мне кажется, слово теле, которое привязалось к телевизору, сбивает в толку. Собственно, почему хотите уйти от этого звания? Ну вот, живой пример это ты. Большинство наших пользователей термин телемедицина воспринимают как нечто между Кашпировским и банкой с водой, которая стоит перед телевизором. Ее нужно как-то заряжать, и там еще какой-то врач есть. И ассоциации с тем, что когда тебе плохо, ты можешь нажать на кнопку, и тебе помогут, вообще не происходит. А, да, кнопка сделать хорошо. Да, 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 да. Концепт идеального продукта. Окей. Как вообще дела сейчас обстоят с телемедициной в России? Из того, что я слышал последние несколько лет, как, опять же, такой не очень частый пользователь медицины в целом, к счастью, наверное, что эта история регулируется государством, что есть какие-то вызовы свои собственные и так далее, и так далее. Да, все так. Я бы здесь, наверное, хотел в первую очередь сфокусироваться именно на телемедицинской модели консультации врач-пациент, потому что есть в термин телемедицина, и подсчет рынка часто вкладывают историю, когда компания разрабатывает какую-то платформу для оказания телемедицинских услуг, в том числе и для государства, или консультации типа врач-врач, это когда врачу нужна какая-то помощь, медицинский консилиум, и он обращается к коллегам за помощью, чтобы решить медкейс. Я, наверное, все-таки сфокусируюсь на первой части, и здесь могу сказать, что рынок растет год к году по разным источникам, опять-таки, как считать, 5-10% где-то кто-то больше закладывает, но он в целом довольно-таки небольшой, то есть на текущий момент я его оцениваю где-то в 15 миллиардов рублей, и почти половину занимает только компания Сберздоровья. За последнее время очень сильно приросли сервисы психологической помощи, здесь прям виден тренд пользовательский, то есть прям запрос есть большой на психологов, и сервисы растут, количество приемов растет, возвращаемость растет. А если взять классическую медицину, то там я бы выделил, наверное, 3-4 основных игрока, и я не вижу там большого роста, и не вижу на самом деле кратных точек роста, как этим сервисам вырасти. Почему так? Смотри, есть довольно много барьеров. Барьеры на уровне государства. Телемедицинская консультация на данный момент не приравнивается к реальному приему. Нельзя выписать лекарственные назначения, ну, рецептурку. Нельзя закрыть больничный или открыть его. Это первый момент. Второй момент – это пользователи есть большое, на самом деле, недоверие к онлайн-приемам. То есть два основных барьера. Первые люди не понимают, что онлайн можно оказать качественную медицинскую помощь, а второй барьер в том, что, окей, допустим, а что там за врачи такие сидят, если они пошли в онлайн, а не в оффлайн? Наверное, какие-то недоучки. А может быть, они вообще как бы прошли экспресс-курсы и решились тут врачевать нас. И вот это вот два ключевых барьера, и они, на мой взгляд, являются основными стопперами для развития телемедицины. Прямо любопытно. Как будто бы те врачи, которые в больнице сидят, на входе у них проверили документы. Нет, наверняка проверяли где-то там. Но вот тоже вопрос качества спорный. Ну, интересно. Это что-то вот именно такое на глубинном пользовательском поведении, что вот онлайн лечить, да невозможно. На самом деле, это довольно просто подтверждается. Три года назад, когда я пришел в компанию, внутри было очень много консернов на счет онлайн-приемов. И у людей, которые продавали эти продукты, и у людей, которые делали эти продукты. Мы за три года смогли эту историю довольно сильно переломить. У меня есть довольно-таки простой индикатор. Это пользуются ли люди в твоей компании этим продуктом. Так вот, за три года люди начали друг другу продавать эту телемедицину. То есть, ты приходишь в офис, и там кто-то, я заболел, я домой. И первый вопрос, а ты ходил на телемедиа, а что тебе там сказали? И три года назад таких разговоров вообще не было. А сейчас я порой замечаю в офисе прям восторженные отклики, что вот, классно, я сходил к такому-то врачу, мне реально помогли. Ну и, конечно же, фидбэк от селузов, когда они там продают более сложные продукты, и там приносят целую пачку возражений, доработок от клиента. И часто, ну, телемед у нас хороший, клиенту нравится. Вот, да, я сам хожу, и там мы, да, телемед хорошо. Слушай, вот любопытно, есть какая-то, не знаю, статистика или вообще понимание, насколько вот услуга, которую может оказать телемедицина, да, это, по сути, консультация. Насколько часто, насколько это мэчится с тем, зачем люди ходят в больницы в оффлайне? Ну, то есть, насколько частотная история консультации в оффлайне и в онлайне? Или в оффлайне все-таки они больше уже идут лечиться непосредственно от каких-то конкретных проблем, там, болячек или что-то такое? Слушай, здесь, на самом деле, хорошо посегментировать, то есть, зачем люди идут в оффлайн-клинику, в коммерческую, подчеркиваю, не в государственную. Но в первую очередь это скорость и качество именно самого сервиса. Насколько красивое здание, насколько там чистые туалеты, чистые кабинеты, опрятный врач, внимание, эмпатия. Можно без очереди прийти и попытаться. Да-да-да, сразу, не по талончику. Люди идут именно за этим. Если у них что-то прям вот совсем критовое, связанное с хроническими заболеваниями, с операциями, то это все-таки отдается предпочтению государственной медицине, либо какому-то сарафану, когда кому-то из твоих друзей и знакомых с похожим кейсом какой-то врач помог, и он тебе рекомендует его. Ну, в медицине, на самом деле, очень многое строится именно на доверии. Доверии врачу, доверии пользователю, который тебе порекомендовал. Если говорить про онлайн, то люди здесь идут... Здесь, безусловно, есть ипохондрики, которые ходят часто. По моим ощущениям, мы где-то, наверное, процентов 15 в этом сегменте находятся, 15-18, вот так вот. Растет сильно сейчас у нас доля рациональных пользователей, которые приходят в телемедицину, они понимают, что это, а, быстро, это экономия времени, и это в том числе экономия денег. Плюс за последние несколько лет сервис стал качественнее, и люди стали в фидбэке отмечать, что врач был очень внимательный, врач был очень заботливый, он слушался внимательно в мою проблему, оказал помощь, вообще все супер. Если говорить про частотность телемеда, да, эта история определенно есть, потому что, ну, как минимум, тебе не нужно никуда записываться, у тебя все под рукой есть, и ты лишний раз можешь пойти туда проконсультироваться, у тебя меньше барьеров, чтобы совершить это действие. Плюс у нас есть часть пользователей, у которых есть годовая подписка на телемедицину, им выгоднее пользоваться этим продуктом, чем идти, опять-таки, в очную клинику и платить с измеримой стоимость заразы и прием. А с чего тогда вот состоит, собственно, продукт для человека, вот телемедицины, как сервисы? Несмотря с какой потребностью, люди в ту же частную медицину приходят иногда с потребностью обсудить себя, получить поддержку, эмпатию, им на самом-то деле не очень важна история с тем, чтобы выздороветь, потому что он, скорее всего, не болеет в этот момент. Но ему важно, чтобы врач оказал ему это внимание. В телемедицине может произойти ровно то же самое. Если говорить про лечение, то, по нашим данным, онлайн-консультации закрывают примерно 50% первичных обращений. Да, безусловно, тебе здесь могут потребоваться анализы, обследования, либо заказ лекарств, которые ты после онлайн-приема также можешь ждать через нас и заказать. Но вернешься все равно на онлайн, чтобы закрыть свой медицинский кейс. Когда тебе врач скажет, что, окей, да, ты все наши назначения выполнил, ты действительно здоров. На самом деле, часто люди это не делают, потому что там есть тонкий момент, для пользователя крайне важно, когда он оказывается вот в этом вот состоянии, когда ему не ок. То есть раньше ему было ок, и он не думал о своем здоровье. Вот, а сейчас у него что-то болит или что-то работает не так, как он привык обычно. Ему очень важно вернуться в это состояние. Он приходит на онлайн-прием, его успокаивают, снимают стресс, тревогу, объясняют, что дальше ему нужно делать. Часто, кстати, бывает попить воды, отлежаться, отдохнуть. Поспите нормально, да? Да-да-да, и это нормальная история. Либо там сходить, анализы проверятся, и там по результатам анализов рекомендуются какие-то медицинские препараты, либо дальнейшее лечение. Понял. Окей, давай вернемся к вопросу того, что рынок телемедицины небольшой. Ты обезначил там 15 миллиардов, по-моему, год, да? Да, если брать прям вот коммерческие приемы телемедицинские, то да. Давай тогда, что значит большой? Какой объем рынка медицины в целом в России? Давай сфокусируемся, опять-таки, на коммерческом, потому что мы играем на коммерческом рынке, и мы чуть лучше понимаем пользователей. Про государственные тоже могу немножко рассказать. Если говорить про коммерческие, то там где-то 1,3 триллиона рублей оборот. Окей, небольшой. Да, и там если соизмерять как бы вот эти вот 15 миллиардов и 1,3 триллиона, интереснее играть, конечно, на 1,3. Да-да-да. Про государственные могу сказать, что там тот продукт, который у нас на данный момент есть, та инфраструктура и те сервисы, они на данный момент не очень попадают в боли людей. То есть людям как бы окей, что прием может длиться там в среднем 12 минут. То, что они посидят в очередях, там врач может быть где-то недостаточно эмпатичный, либо к нему долго записаться. У них это не так сильно болит, чтобы они пересаживались и платили деньги за частную коммерческую медицину. Мы это довольно быстро поняли и посмотрели на рынок коммерческой медицины. И оказалось, что в целом то, что мы умеем делать в онлайне и где-то умеем связывать оффлайн, оно очень сильно мэтчится с той аудиторией, с ее потребностями, которые ходят в оффлайн-клиники и платят. То есть это уже произошло. Залочное сегментирование аудитории. Тем, кому окей, государственная медицина и тем, кому окей, частная медицина. Но тоже, насколько я тему эту изучал, понятие медицины – это как бы очень широкое понятие. Что ближе к вашей деятельности? Давай, для примера, не знаю, топ игроков в сфере, к которой вы ориентируетесь, как, не знаю, бенчмарк. Я бы здесь смотрел на сетевые клиники. Они по количеству приемов в топе находятся, и по обороту. Ближе всего к тому, куда мы сейчас идем, это смарт-мед МИДСИ. То есть у них есть отличная инфраструктура в клинике. У них больше сотни клиник по всей России. У них тоже есть своя онлайн-платформа. У них есть своя аптечная сеть. И они работают, играют на рынке и B2C, и B2B. И они сфокусированы на том, чтобы полностью закрывать медицинский кейс пользователей. У нас примерно такая же философия. Мы считаем, что на ближайшие несколько лет мы должны научиться качественно закрывать медицинские потребности человека, потом уже фокусироваться на всем остальном, что иногда попадает на волну хайпа в рынке. Можно еще посмотреть на клинику семейный доктор, СЭМ-клиника, все крупные сети, которые на слуху, мать и дитя. Что такое медицинский кейс? Смотри, у пользователя есть проблема. Он с ней приходит на прием к любому врачу, либо сразу идет от анализа, неважно. Он совершает какое-то действие. Как правило, одного действия недостаточно для того, чтобы он вернулся в предыдущее состояние, когда ему было хорошо, и он не думал о своем здоровье. В России чаще всего происходит именно так. Здесь становится большой вопрос, а что делать дальше? То есть, сколько еще нужно шагов совершить, чтобы вернуться в то состояние? И вот эту всю последовательность действий мы называем медицинским кейсом. То есть, по сути, ты попадаешь в это состояние и делаешь N-интерации, онлайн, оффлайн, анализы, обследования, чтобы вернуться в предыдущее состояние. Вот это медицинский кейс. Понял. Ну, смотри, тогда получается, что как раз оффлайн клиники в этом смысле они сейчас уже способны это решать. Но у них есть, опять же, какая-то инфраструктура, цикл производства, то есть пул врачей, которые по разным специальностям проводят человека и пытаются решить его кейс. Почему вообще решили в эту сторону идти, если телемедицина прямо сейчас ограничена консультациями? Ну, смотри, на рынке B2B мы, кажется, из этой ситуации вышли довольно-таки быстро, когда мы начали продавать онлайн-консультации компаниями как альтернативу ДМС. И продажи шли не очень хорошо, и пользователи были не happy. Как LPR и те, кто платит за продукт, так и конечные пользователи. И здесь мы довольно быстро поняли, чего не хватает пользователям. Нам просто сказали, ребят, добавьте очные приемы, добавьте анализы, и как бы мы готовы пересаживаться с ДМС к вам. И здесь получилась история, что мы зашли на рынок страховых компаний, цифрового здравоохранения, и предложили продукт, который стоит не только из онлайн-приемов, но еще и из оффлайн, и из-за анализов. И продажи пошли вверх, и пользователи стали happy, даже веральность стала появляться в B2B-шке. Вот интересно, как устроено производство, опять же, в кавычках это возьмем. Онлайн-консультация. У тебя есть человек, у которого появился кейс, который он хочет решить. Есть доктор, врач, если честно, не понимаю, в чем разница, но, допустим, буду использовать как взаимозаменяемый салат. Он сидит с компьютером, не знаю, может быть, у себя в кабинете, может быть, дома, и дает консультацию. Это инфраструктура, на которой происходит, собственно, процесс. Если мы говорим о том, что нужно пойти сдать анализы, может быть, еще там что-то сделать, какую-то процедуру, то это же совсем другая инфраструктура нужна для этого. Как минимум там лаборатория, процедурные кабинеты и прочие штуки. Как вот это вот мочится? Если говорить про то, как у нас это устроено, то у нас есть своя клиника с лицензиями, там сидят реальные врачи, и они оказывают онлайн-консультации. Помимо этого, безусловно, есть и партнерские сети клиник, которые предоставляют своих врачей, потому что у нас более тысячи врачей, которые оказывают онлайн-консультации, и в зависимости от сезонности, это, кстати, очень важный фактор в медицинском бизнесе, это сезонность, весна-осень, прям бешеный рост количества консультаций, нагрузка на дежурную линию и на узких специалистов в том числе. Здесь нам очень помогают наши клиники-партнеры. И это довольно гибкая история именно для бизнеса, то есть иметь свою клинику со своим штатом врачей, которые могут оказывать не только консультации, но еще и прокачивать медицинскую экспертизу других врачей, контролировать качество и развивать программы обучения для новых продуктов, в том числе и помогать создавать эти новые продукты. И когда у тебя прям операционный бизнес, в котором есть большой трафик пациентов, и тебе нужно вот этот вот демант удовлетворять суплаем. Закрывать, да. Вот. Если говорить про анализы, то здесь партнерство с тремя крупными лабораторными сетями, самыми крупными в России, которые нам обеспечивают покрытие почти 100% регионов, даже так, не регионов, а субъектов, где-то есть ПГТ, села и так далее. И за счет, собственно, того, что у нас есть партнерство и интеграция с этими лабораторными сетями, мы в том числе можем давать, возможность давать анализы. Здесь еще есть история с тем, что ты, когда приходишь в очную клинику, у тебя входная точка, как правило, это терапевт. Ты приходишь к этому терапевту, ты дальше выписывает большой список всего того, что тебе нужно, кому еще записаться и так далее. И это все начинает размазываться по времени. В случае с онлайном, ты также, скорее всего, придешь к терапевту, ну или к педиатру, если ты мама с ребенком, это довольно большой сегмент у нас. А дальше в моменте у тебя будет направление в любую из этих лабораторных сетей. А они, как правило, находятся прямо у дома у тебя. То есть ты там за полчаса провел консультацию, попал на эту консультацию, там за минуту, у нас пример такой SLA по ожиданию, и дальше спустился, прошел до соседнего дома, сдал анализы. Все, у тебя, скорее всего, либо уже закрылся медицинский кейс, либо тебе осталось там совсем чуть-чуть потратить времени и сил, чтобы дойти до выздоровления. Окей, я немножечко утрирую. Здесь тебе еще нужно иногда, бывает, обратиться на очный прием и дойти до клиники. Иногда сдать обследование, которое не всегда есть в лабораторных сетях. Но где-то в половине случаев этого достаточно. Я задумался еще про вопрос экономики этого действия всего с точки зрения бизнеса. Ну, из чего оно состоит? Потому что, опять же, часть вот с инфраструктурой, она звучит как что-то большое такое, трудоемкое. И с этой точки зрения, телемедицина, само по себе кажется, классная идея. Мне кажется, посыл был именно такой. Давайте, типа, сделаем классно, закроем потребность в тех регионах, где это сложно закрывать. Плюс, опять же, имея маленькие косты, будем больше зарабатывать просто. Масштабироваться будет проще и так далее, и так далее. Слушай, все так. Я первый год очень сильно сравнивал свою работу в HealthTech с работой в sports.ru, когда у нас было производство медиаконтента и, по сути, его дистрибуция. И когда вот я пришел и столкнулся с оффлайном, с клиниками, с операционкой, потом еще вот эти лабораторные сети, еще оффлайн-клиники, я такой, ну, если бы я сам запускал что-то, это бы, скорее всего, было гораздо более простое и более масштабируемое. Но, опять-таки, если сравнить с очной клиникой, которая чаще всего закупает кучу оборудования, помещения, людей, всякие плюшки, в смарт-медии есть биометрия на входе, вот эти вот умные бахилы, ехать в это, когда ставишь ногу, и тебе бахила сама натягивается на ботинок. Тебе не нужно натягивать ее, и она прям по форме. Такие штуки. Оборудование, да, землю найти, согласовать все это дело. А в нашем случае, как бы, достаточно подключить лабораторную сеть. У нас есть три основные, и они нам обеспечивают это покрытие. Вот. И то же самое с клиниками, в том числе и с очными. То есть нам нужно прийти в очную клинику, договориться об условиях партнерства, и дальше интегрироваться по их медицинской информационной системе. Большая БД-шка, СРМ-ка, она называется медицинская информационная система. Мы умеем интегрироваться с большинством из них, мы интегрируемся, и дальше мы уже обмениваемся расписанием и прочими данными. Поэтому, если сравнивать с полностью оффлайн-бизнесом клиник, здесь я вижу гораздо больше скорости и меньше барьеров для масштабирования. Понял. В каком-то смысле идет агрегация оффлайн-услуг, и потом дистрибуция клиентов по нужным направлениям. Все так, все так, да. Конкуренция на рынке растет, и клиники очень сильно бьются именно за трафик, необходимость этих пациентов. Дальше они в оффлайне уже умеют неплохо его маршрутизировать внутри себя, но самое важное – это получить вот этот трафик. Мы умеем его давать. То есть, вы, получается, для них выступаете в качестве канала, такого лидов, если переводить на язык онлайна. Да. Ну, собственно, как вообще началось с Берздоровья? Это был агрегатор, он назывался ранее Док-Док, до покупки банком. И, да, бизнес состоял из того, что приходят пользователи на сайт, он может записаться к врачу, а клиника получает вот этого, собственно, лидом, до сих пор называем эту вертикаль запись, лидовая запись, лидовка. А почему вообще люди приходят на сайт? Такой странный вопрос, но тем не менее, да, почему они сразу не приходят в клинику? Не знаю, сервису получается проще привлекать клиентов к каким-то там уникальным предложениям или что? Или это просто знание о том, что в интернете? Это вопрос еще про выбор и про доверие врачам. То есть, ты придешь в клинику, как ты поймешь, что врач в этой клинике хороший? Спросишь на ресепшене, как правило, тебе скажут, у нас все врачи самые лучшие, вот идите к этому, у него вообще сегодня никто к нему не идет. Мы даем ответ на вопрос пользователю об этом. У нас есть система рейтинга своя и отзывы пользователей реальные, которые оставляют сами люди. Есть небольшая премодерация на то, что запрещено законом, мат, вот это мы рерайтим, а в остальном публикуется все, как есть. То есть, мы решаем проблему выбора врача. Интересно, не думал об этом. А как ты обычно выбираешь врача? Здесь как раз у меня вопросов нет. Я сам частотный случай в моей жизни это стоматолог. Я попробовал рандомно выбрать, получилось не очень. Просто в ближайшую клинику рядом с домом пошел, мне не понравилось совсем. Пошел по рекомендации, очень понравилось. После этого, конечно, я стал пытаться искать какие-то рекомендации, пробивать условно. Вот я нашел такую-то клинику, я там ищу какие-то отзывы. И выяснил для себя, что в интернете действительно можно найти отзывы на врачей на разных сайтах. А не помнишь, каким сервисом пользовался? Блин, не помню. Это просто было два года назад уже в последний раз. Но ты не очень часто обращаешься к врачу, да? К счастью. Пока могу себе позволить, да. Но иногда нет. Иногда просто бывает, что ну окей, я там вот обслуживаюсь в этой клинике, и мне появилась потребность к какому-то врачу пойти, но я просто пойду в ближайшее отделение этой клиники над домом. Все. Ну и посмотрю у него внутренний рейтинг врача внутри клиники. Ну, выше 4,5, наверное, можно попробовать. Но проблема выбора, это правда проблема. Мне кажется, она в любом сервисе есть. Ты там возьмешь marketplace какой-нибудь покупки товара, или книги, или контента в медиа, тоже всегда проблема выбора стоит у пользователя. Ну, просто с врачом там же как получается, особенно если тебе процедуры совершают, как у стоматолога. Там хочется, чтобы человек был еще хороший, помимо того, чтобы он специалистом был отличным. Это тоже добавляет спокойствие. То есть на фотографию смотришь? Нет. Это потом уже, когда ты приходишь, выясняется, тебя там пытаются успокоить хотя бы, или это доверие войти, и там, знаешь, ну, такие какие-то штуки коммуникационные, которые называются совскилы. Это прямо уже в процессе. Окей. Что получается, если возвращаться к вопросу экономики? Кто за что платит? Вот очень прямо интересно. Если мы говорим про телемедицину, то опять же, я сейчас гипотетизирую, ты меня поправляешь. То кажется, что клиент платит за сеанс, и, соответственно, эти деньги как-то распределяются между вами и врачом. А в случае, если мы говорим про вот работу с клиниками, там же те деньги, которые клиент, кому, во-первых, он заплатит, вам или клинике, во-вторых, как они потом дальше распределятся, хотя бы примерно. И есть ли какое-то роялти за приведенного клиента с учетом его LTV в клинике? Очень интересно тоже. Давай, если мы говорим про онлайн-консультации, то да, пользователь платит нам, и мы дальше распределяем эти деньги, да, какую-то часть отдаем врачу, что-то уходит на флот, на айтишку и так далее, что-то падает в прибыль. Если говорить про клинику, то там могут быть разные истории. Первое ледовое, когда мы в клинику привели человека по леду, мы получаем какой-то фикс за леда от клиники, приведенного в нее, и он сильно варьируется от договоренности с конкретной клиникой в конкретном регионе, ну там 10-30% очень варьируется. Есть другая история, когда мы оказываем услуги по нашему цифровому ДМСу и отправляем в клинику. Здесь получается так, работодатель заплатит, нам денег за определенное количество доступов, и дальше уже все расходы мы распределяем между лабораториями. Здесь прям по факту. Пришел, дал анализы, у нас есть подтверждение, мы там заплатили в лабораторию эти деньги. С клиникой нам присылается акт сверки, раз в энный промежуток времени, и мы здесь уже с клиникой по факту сверяемся, потому что есть история про то, что пользователи не всегда доходят до приема, и не всегда все услуги, которые клиника нам отправила, они реально были оказаны пользователю. Здесь мы уже садимся и договариваемся. Ну и взаиморасчет происходит. А вот вопрос про то, что если человек пришел и начал лечиться в клинике, вам потом нет отчислений за это. Ну просто если он стал клиентом, типа там год, лечится, ну вот это вот все. Хороший вопрос, зришь корень. Зависит от модели, в том числе. В ледовой клинике, в ледовой записи, да, такие проблемы иногда случаются, и мы долгое время ничего с этим не делали, а потом поняли, что есть определенный сегмент клиник, в которых прям есть проблемы серьезные с трафиком, и мы можем давать им этот трафик. При этом клиники вполне себе хорошие. И мы перешли с ними на работу по модели revenue share, это когда мы приводим пациента в клинику, и дальше за определенный промежуток времени, там за каждую манипуляцию, за там каждую услугу, клиника нам делает какие-то отчисления. Здесь у нас сильно дешевле стоимость леда для клиники, то есть первичное привлечение, но мы зарабатываем на, собственно, росте LTV. Это прям интересно. Интересно в том смысле, что здесь lifetime value может быть буквально lifetime. Да, ну тут еще, конечно же, как бы клиника должна быть хорошей, чтобы пользователь из нее не отрицелился. Да-да-да. Да-да-да. Это вот, кстати, вопрос со скиллов врача, да, насколько человек умеет поддерживать коммуникацию, опять же, из года в год, примерно со стоматологом, потому что третий год мы знакомы, отлично поддерживает коммуникацию человека. Слушай, здесь еще есть история обязательно про баланс, то есть LTV, да, конечно, value деньги, но если пользователь приходит в клинику, его там на первом приеме начинают раскручивать на 20-30 тысяч, еще на кучу врачей. Это вообще плохо, я считаю. Да, это ужасно. Мы прям стараемся с этим делом бороться. Да и на самом деле клиники стали понимать, что в моменте это окей, а дальше люди у них будут уходить. Но такая боль действительно есть у пользователей. Я не скажу, что она прям, ну нет, наверное, в топ-2 чуть ли не входит, именно в коммерческой медицине, что ты приходишь в клинику и тебя прям вот начинают продавать. Раскручивают, да, даже есть такой термин карусель, то есть ты попал к одному врачу, и он тебя дальше вот по этой карусели катит ко всем остальным. Мы, конечно, с такими стараемся не работать, потому что мы просто тогда не можем проводить какой-то качественный сервис сразу. Я просто столкнулся с таким, и я такой думал, ну, наверное, это какой-то выброс случайный, но нет. Слушай, нет, это прям история, не скажу, что прям массовая, то есть ты приходишь в любую клинику и попадаешь на эту карусель. Но да, такое случается, мне кажется, где-то один из четырех сталкивается с этим, и чаще всего по моему опыту раскручивают тех, кто, ну, как бы ведется. Приходит там чаще всего ипохондрик такой, ой, что-то у меня сегодня в боку закололо, я переживаю. Врач такой, а у вас голова болела до этого? Да. А в роду голова болела у кого-то? Да. Ну, все. А огурцы ели? Да, да, да. А дальше еще пациент, он же никому не доверяет, скорее всего, он такой, доктор, посоветуйте хорошего врача, доктор, да, сейчас я вам посоветую хороших врачей. И все, это уже прямо такая многоуровневая карусель Путин. Интересно. Да, про софт-скиллы был вопрос. Могу про онлайн рассказать. У нас в какой-то момент довольно остро стоял вопрос именно качества сервиса. Пользователи как раз-таки новые early-доптеры приходили и жаловали, что где-то врач мог недостаточно проявить эмпатию, где-то он был перегружен, быстро завершил прием, не ответил на все вопросы, где-то сами врачи косячили. И мы довольно много сил и времени проинвестировали в то, чтобы сделать внутреннюю свою, мы называем, академию, академию обучения телемедицине, онлайн-консультация. И у нас врачи, прежде чем к нам попасть, обязательно проходят вступительные испытания, тесты, именно на харды. Дальше собеседование, там кейсы на софты. И если все окей, и мы готовы взять этого врача, то он дальше уже проходит такой небольшой внутренний буткемп у нас, в котором ему, его наставники, медлиты, такая определенная роль у нас есть, прокачивают его софт-скиллы, либо корректируют где-то что-то. То есть первый месяц, там все его консультации отсматриваются на момент красных флагов, коммуникаций, формулировок, которые используются в заключении, и корректируются. Ты упоминал сезонность. А с чем вообще сезонность связана? Это вот, не знаю, ОРВИ или что это? Да, это ОРВИ, простуда, грипп, еще вспышки ковида, омикрона. Но в основном это вот весна-осень, это смена климата, вирусы, простуды активируются, и люди начинают больше болеть. Плюс там один человек приходит в офис, сидит весь день, кашляет, чихает, а потом 20 человек пишут, я сегодня из дома. Да, как быстро забываются уроки ковида. Кстати, ковид, оказал ли он влияние на развитие телемедицины? Просто я не очень погружен в эту тему, но я не специалист, но у меня малая медсестра, и она рассказывала, что как раз вот в течение 2020 года случилась штука такая, что просто люди перестали ходить в больницы. Якобы перестали болеть, но это неправда. Просто ампулатурное лечение, оно сфокусировалось на лечении острых случаев, а те, кто болел и так, то как бы такие, ну, подождем, пока это можно будет. Ну, по крайней мере, в регионах так было. Во-первых, интересно, так ли это, и вообще, какое последствие ковид оказал на телемедицину? Ну, люди действительно стали меньше выходить из дома, потому что какие-то клиники не могли их принять. Где-то люди боялись лишний раз выйти. И что здесь произошло? Если говорить про Сберздоровье, то мы очень сильно выросли, в том числе за счет онлайн-консультаций. То есть по лидам люди стали записываться гораздо меньше, но мы активно стали продвигать наши онлайн-консультации. И прям срочно-срочно команда выходила в овертайм, чтобы масштабировать этот сервис, чтобы он начал справляться с нагрузкой, чтобы мы росли прям в разы, там, неделя к неделе. Начался ковид, вот она весна. Мы как раз тогда только запускали онлайн-консультации, то есть по сути это был такой MVP-пилот, и он попал прям вот в самую боевую нагрузку. И где-то, наверное, к лету все уже нормализовалось, и сервис вышел на тот уровень качества, который мы хотели. Но все равно поток был бешеный. Если говорить про самую всю индустрию, то, мне кажется, она очень люто хайпанула с ковида. То есть начался инвесторский бум в холстях по всему миру. Ну, инвесторы стали давать деньги вообще на все подряд, и на умных чат-ботов, и на превенцию, и на ЗОЖ, и на Велнос. Компании выходили на биржу, а потом ковид закончился, и люди стали возвращаться к привычному паттерну потребления медицинских услуг в оффлайне, и все это начало потихонечку слопываться. Мы можем посмотреть там на компанию Babylon Health в США. У них и B2B, и B2C есть, и онлайн-консультации, и оффлайн, и Велнос. И у них прям виден, как в пик ковида их капитализация была 300 долларов за акцию, сейчас, по-моему, 20. Они уже долго на этой двадцатке сидят. То же самое в UK был мощный стартап Babylon Health, тоже онлайн-консультации, росли в B2B и B2C. У них была основная фишка, они внедрили умный симптом-чекер, который существенно снижал косты, в том числе на онлайн-врачей. То есть сами по себе онлайн-консультации, они там существенно снижают нагрузку на систему здравоохранения, и на бизнес, за счет того, что чаще это дешевле, и ты можешь больше объем пациентов протащить. Так они и эту вещь пытались оптимизировать. Чем все закончилось? Тем, что, по-моему, в 2023-м они обанкротились. Любопытно. Это я тоже сегодня читал буквально новость про стоимость акций Пилотона, это велотренажер, который тоже в ковид хайпанул. И как там сейчас? Не очень. Они опять закончили проводить. Объем рынка термомедицины, ты уже упомянул, что он оценивается порядка 15 миллиардов, рынок частной медицины там за триллион переваривает. Да, я говорю про, сейчас важная сноска, чтобы потом это как-то не исказилось, телемедицина, это именно коммерческие приемы. Вот. Окей. Ты говорил, что вы начали движение в сторону как раз рынка частной медицины. Я так понимаю, одна из причин, это то, что рынок был не очень большим. Что делали в этом направлении? Как искали product market fit? Давай об этом поговорим. Давай. Ну, мы довольно быстро поняли, что онлайн-консультации сами по себе не станут альтернативой очным приемам, просто потому, что у пользователя гораздо больше медпотребностей, которые ему нужно закрыть в рамках медкейса, чтобы вернуться в то состояние. Первая проба пера была в B2B продуктах, и там нам product market fit на самом деле помогли очень быстро найти наши пользователи, и люди, которые, собственно, принимали решение о том, платить за этот продукт или нет, уходить от классического ДМС в нашу пользу или нет. Здесь собрался такой продукт, в который входят и онлайн-консультации, и очка, и анализы, и он стал довольно неплохо продаваться на рынке. А дальше стал вопрос, а что же делать с нашими B2C-пользователями, потому что где-то не особо сходилась юнит-экономика, где-то юнит-экономика сходилась, но у пользователя были большие вопросы к нашему сервису, потому что вот он пришел на онлайн-прием, ему что-то порекомендовали, а как это пойти и дальше сдать что-то через нас, нет. Я пришел на онлайн-прием, а на самом деле мне еще надо в тот же оффлайн идти и еще и денег туда платить. Ну, как-то не очень. И встал вопрос, что же делать дальше, и здесь мы на самом деле пошли по классике, собственно, задались вопросом, на каком рынке мы играем, собственно, то, с чего мы начали, рынок небольшой, особо драйверов роста мы не увидели, но окей, продукт есть, им пользуются, но что-то не хватает. Что можно с этим продуктом сделать? Давайте поговорим с нашими пользователями. Мы запустили опросник Шона Эллиса, чтобы понять вообще, как можно этот Product Market Fit померить. Можно было посмотреть на графики ретеншена в первую очередь. Но в хелстехе есть такая особенность, что люди болеют нечасто. Если это не хроник, то в лучшем случае он воспользуется сервисом два раза в год. И когда эти два раза в год наступят, тоже не всегда понятно. По крайней мере, на тот момент точно было непонятно. Начинаешь смотреть бенчмарки того же Побилона, и у них в отчетах было что-то типа порядка с ретеншеном третьего месяца 95, по-моему, или 90 процентов. Пытались разобраться, почему такой огромный ретеншен, а оказалось, что это среди тех, кто воспользовался онлайн-консультацией в рамках B2B-продукта, а не по всей базе. И решили что-то сделать быстрое, и быстрый вариант это опросник Шона Эллиса. Он показал, что меньше 40 процентов будут very disappointed, если наш продукт пропадет. И очень большая доля была людей, которые сказали, что мы будем частично разочарованы. И там прям в формочке было прям четко написано, за что нас любят и чего нам не хватает. Вот любят нас за скорость, на тот момент уже за качество эмпатию врача онлайна, но, извините, мне иногда нужно на очку, мне иногда нужно на анализы, сдать лекарства, заказать лекарства, обследоваться, а этого всего у вас нету, либо это не входит в мой продукт, а еще это денег стоит, и как бы я уже потратил деньги на телемедицину. И к тому моменту у нас уже была инфраструктура анализов, которая в B2B у нас работала. У нас была инфраструктура ледовой клиники, у нас была e-аптека, которая также входит в экосистему банка. И были обследования, которые в целом мы также можем делать в инфраструктуре очных клиник. Здесь мы уже стали пересобирать продукт, который мы продаем нашему пользователю. И было несколько попыток того, чтобы собрать такой Uber B2C DMS, но он получался очень дорогим, а учитывая, что в B2C очень высокая на самом деле всегда утилизация, потому что человек сам платит за этот продукт. И обычно, ну, по крайней мере, в России люди покупают страховку медицинскую в момент, когда уже прям понимают, что они будут активно ее использовать. Сейчас я кажется, заболею на следующей неделе. Так выглядит. Да, ну и тут была развилка, которая никуда не вела, либо делать очень дорогой продукт, который никто не купит, либо делать продукт, который купят, но мы на нем ничего не сможем заработать. И здесь мы смогли найти возможность давать пользователям скидку на очные приемы, на анализы, на заказ лекарств, а где-то в некоторых вариациях продукта добавлять очные приемы, обследования, ну, опять-таки, в зависимости от сегмента. И у нас получился продукт, в который базово входит телемедицина, онлайн-приемы, и определенное количество где-то приемов, не очень много, а где-то существенные скидки, просто за счет того, что у нас довольно хорошая инфраструктура, большая сеть покрытия. То есть основной гипотезой было то, что людям нужно вот этот самый кейс медицинский закрывать. Да, основная мысль в том, что человеку не так важно, где и как потреблять эту медицинскую помощь, то есть у него есть определенные джабы, сдать вот это, пойти туда-то и так далее. И мы их закрываем. Основная задача заключается сейчас для нас именно в этом. Закрывать, потом делать это более качественно с точки зрения стоимости, качества самого сервиса и цены. Тоже частично упомянул, но все равно интересно, насколько вообще высока чувствительность по цене. Вот если мы говорим, да, что люди нанимают там клинику или сервис на решение задачи вернуться в здоровое состояние, то кажется, типа это из-за сряда shut up and take my money. Ну, если про частную медицину говорить, не государственную. Но интересно все равно. Вот к вопросу там скидки, не скидки, насколько это вообще все влияет на то, что людям это интересно. Я вижу сейчас, по крайней мере, по российскому рынку, что цена важна. Ну, еще тут просто смотри, мы чуть раньше еще говорили про врачей, например, да. Тут получается, что сам продукт, как я услышал из рассказа, там очень много чего переплетено. И удобность, ну, вот, типа, пошел сдал анализы, пошел на прием, вылечился, т-т-т-т-т-т-т. И потом еще есть человеческий контакт, да, это вот отношение с врачом, его отношение к тебе. И на фоне всего этого как бы у меня и встает вопрос о цене, да. Может быть, люди там условно готовы идти платить больше к хорошему врачу, а часто, опять же, в личных каких-то беседах я это слышу. Я лучше пойду типа к этому, чем к неизвестному кому и так далее, и так далее. Вот, на фоне этого всего возникает вопрос. Я понял. Смотри, разово с какой-то прям сильной проблемой, если тебе продали этого врача, да, ты пойдешь, там, заплатишь, там, цену в два, там, в два с половиной раза больше, чем в среднем прием по рынку. Но делать на регулярной основе это довольно сложно, просто потому, что у людей бюджет ограничен. Плюс у нас есть еще такой сегмент, мы их называем семейные менеджеры, это люди, которые отвечают за медицину в семье. В смысле, это буквально менеджеры, или это просто, не знаю, кто-то в семье выбрал эту роль? Они иногда бывают менеджерами, но это именно вот роль. Он внутри семьи взял на себя такую обязанность, что там я либо когда-то хотел стать врачом, либо у меня есть родственники, родители врачи, либо мне просто очень интересна эта тематика. Я вот буду следить за своим здоровьем, здоровьем своих детей, бабушек, дедушек, партнера и его там родителей пожилых тоже. И эти люди на самом деле следят за бюджетом, обычно еще и семейным. И когда они начинают считать косты на медицину по всей семье, а еще иногда по возрастному поколению, то это все дело влетает в копеечку. А, и тогда они начинают задаваться вопросами. Да, давай приведу тебе пример. У меня вот есть бабушка с дедушкой, дедушка хроник, и ему нужно очень часто сдавать анализы, чуть ли не каждый месяц. И через нас сдавать анализы получается, ну, сильно выгоднее. Четыре сдачи анализа в год я экономлю на этом. Понял. Возвращаясь к истории про поиск продакт-маркфита. Нашли? Знаешь, хочется с тобой встроиться через три года и рассказать, что вот помнишь, я тебе говорил, рынок 1,3 триллиона, вот он весь наш. Так. Кажется, что сейчас нащупали, потому что видим и рост платящей базы, и активированных пользователей. Прямо хорошо растем, и клиники заключают с нами партнерство, и они тоже видят ценность от работы с нами. Но для меня все-таки провокционный вопрос. Ну, на текущий момент кажется, что да. А что в срезе B2B происходит вообще? Ты упоминал уже ДМС от компаний. Как там дела обстоят? Насколько вообще это большой рынок? Насколько они склонны и к телемедицине, и вообще к обслуживанию? Ну, просто кажется, что большие корпорации, и айтишные, и не айтишные, они как-то там пытаются это все закрывать. Такое ОТП для сотрудника. Да, слушай, это, наверное, топ-3, даже если не топ-1. Это наличие ДМС у работодателя, когда сотрудник там выбирает между абсолютно релевантными для него оферами. В IT это редко бывает, но, скажем, в коммерции часто. Вот, для него ДМС является одним из ключевых факторов, и это самые пользователи отмечают, и работодатели. Если говорить про рынок ДМС, то он оценивается чуть более 200 миллиардов рублей. На мой взгляд, он давно поделен крупными игроками между собой, и там конкуренция идет на уровне вот этих вот самых крупных игроков. Телемедицина, мне кажется, есть почти что у всех. Они как раз-таки в том числе и во время ковида начали включать в свои программы, чтобы продолжать продавать и оказывать услуги своим пользователям. Я вижу также, что многие компании пытаются оптимизироваться с точки зрения расходов, но при этом им важно сохранять ДМС, и в этом случае они как раз-таки приходят к нам либо к аналогичным сервисам, которые уже прям выстраивают процесс лечения на основе телемедицины, онлайн-консультации. То есть мы прям вот во всех продажных материалах и сами наши сейлс-менеджеры тоже в том числе продают наш продукт через то, что у нас есть центр компетенции, это наш онлайн-врач, через которого все проходит, все консультации, вся маршрутизация, он вас все знает, он вас точно вылечит. Ну и я, насколько знаю, Буду так делают, Бездоктор так тоже делал. У крупных игроков тоже есть телемедицина, но там большой вопрос к тому, как люди ее пользуются. Сколько я знаю, там не очень высокая утилизация, люди все равно продолжают ходить в очку. Смотри, у меня вот есть вопрос про будущее телемедицины и связанных с них сервисов, например, опять же, вашей истории, когда вы добавляете туда инфраструктуру для закрытия кейса человека. И одновременно я к нему хочу присоседить вопрос про медицинскую карточку. Раньше были тетрадки, в больничке, в которой ты там бегал вместе с ними. Здесь вопрос такой, вот вы, когда принимаете клиента, он проходит у вас обследование, появляется, наверное, какая-то запись, дальше он, допустим, идет в клинику, и там у них появляется какая-то запись. И вот сейчас, кажется, вот эта штука не только у вас, а вообще в целом по рынку, она разорвана. История болезни человека. Она где-то там появилась, там появилась. Если говорить про будущее именно онлайн-консультации, то я вижу его таким образом. Да, будет расти доля проникновения и количество приемов, которые совершаются онлайн. Все сильнее будут встраиваться туда различные медицинские девайсы. Они на самом деле растят product-market-fit онлайн-консультации прям хорошо вглубь. То есть, грубо говоря, крутые дерматологи в онлайне могут закрывать там до 70% обращений. То есть, ли камера хорошая, что ли, или что? Типа того, да. Если пользователю ты даешь подходящие девайсы, они у него есть под рукой, то в целом как бы дерматолог может 90 и более закрывать. И, соответственно, девайсы вглубь этого product-market-fit помогают уже сейчас закрывать и продолжат это делать. Но тут еще вопрос цены этого девайса и готовы ли люди платить, условно говоря, под несколько специальностей им нужно будет покупать не один девайс. Вторая история – это, конечно же, AI, безусловно. Это оптимизация работы врача. Диагнозы вместо него ставить? В том числе. Большая часть костов – это время врача, и время, которое он тратит, оно распределяется на сбор анамнеза, когда человек приходит, и врач что-то у него спрашивает. И здесь помогают сильно данные, которые есть уже у нас сейчас, если пользователь вернулся к нам. Это медицинская карта, которую ведет врач. Либо какие-то первичные заполненные самим пациентом, да, загрузить что-то, что у него уже есть в чат до старта консультации, либо подгрузить медкарту, которая у нас есть, и в том числе его медицинский профиль, в котором есть информация о том, какая у него группа крови, аллергия, образ жизни и так далее, так далее. Это все про первичный анамнез, который уходит в несколько минут приема, и если эта информация уже есть у врача, то, соответственно, у него больше времени на контакт, эмпатию с пациентом, да и пациент тратит меньше на это времени. Плюс история про то, что врач, когда ведет прием, как продакт-менеджер, работает именно с гипотезами о том, чем человек болен, и у него не всегда достаточно времени для того, чтобы выдвинуть эту диагностическую гипотезу, в моменте подтвердить, опровергнуть, и иногда он их пользует подмедом во время консультации. Это крупнейший сайт, база доказательной медицины, там, современных исследований. У нас есть своя база знаний, которую постоянно врачи обновляют и дорабатывают, и он может зайти в рамках приема и уточнить какие-то там вопросы и посмотреть новейшие рекомендации по той или иной гипотезе. На это тоже тратится время, и здесь, на самом деле, у нас есть подсказчик, который на данный момент подсказывает там топ-3 вероятных диагнозов врачу в ходе онлайн-консультации. Конечно же, хочется, чтобы это был один верный, и врач его валидировал. Плюс время тратится на то, чтобы завершить консультацию с врачом, а здесь нужно уже суммировать. Анамнез, жалобы, заболевания, рекомендации и так далее. И здесь суммаризация этой истории. Это вот про прикладной AI в медицине. Вот здесь, кстати, к вопросу AI есть же данные как раз, да, вот ты упомянул, что можно подскружать. Вообще, вот видишь ли ты какие-то перспективы к созданию какой-то сквозной истории болезни? Потому что, ну, вот они локализуются в клиниках, не знаю, в государственных учреждениях тетрадок. А тетрадок избавились или нет? Давно не было, но... Да, у нас тоже есть стрим данных. У нас есть своя медицинская карта, которая хранится в защищенном хранилище. Только у пользователей есть туда доступ. И туда падают данные онлайн-приемов, заключения, которые приходят из лабораторий. И из части клиник тоже. Не со всех, но из части клиник тоже приходят. Да, здесь большая точка роста из отдела на будущее с точки зрения именно превенции. То есть, когда мы научимся закрывать медицинские потребности человека, встанет вопрос о том, чтобы работать с увеличением продолжительности жизни, качества жизни. Здесь уже превенции, для этого нужны будут данные. То есть, тогда наконец-то ношение умных часов оправдает себя. Десятки лет сбора данных. В том числе. Вот, если говорить про саму потребность пользователя к тому, что где-то хранить, агрегировать эти данные, разрозненные по клиникам, то на самом деле мы ее не увидели. Мы несколько раз выходили в поля, общались с пользователями. Люди про это не думают, Миша. Да, это очень узкий сегмент, прям таких вот, знаешь, контрол-фриков, у которых там дома все специальным папочкам разложено, они все ходят, забирают. А ну отдайте мне мою медицинскую карту. Да, 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 да. Я сам себя к этим же людям отношу. Я когда в Африке болел и столкнулся с местной медициной, я лечился в китайском госпитале. Вот. И я пришел, собственно, в китайский госпиталь и попросил историю болезни, потому что я не понимал, что со мной происходит в тот момент. Спойлер оказалась просто малярия. Но мне было важно приехать домой, чтобы у меня эти данные со мной были, и чтобы, если что, как бы мне другие врачи объяснили, а что делать дальше. Я забрал эту выписку, все с иероглифами, до сих пор дома храню, но таких пользователей немного. Недавно я тестировал интеграцию в одной из клиник. Я прошел как тайный покупатель с реальными кейсами, получил рекомендации, прием прошел суперклассно. У меня сразу было доверие к врачу, я захотел прийти и отдать все свои деньги этому врачу через какое-то время. А на выходе из клиники мне дали вот такой вот, знаешь, этот маленький стикер, и там было написано 3-4 рекомендации врачом от руки. Понятно, которые невозможно было прочитать еще. Да, да, но при этом я потом пошел уже поговорил с клиникой, и в целом для них это нормальный паттерн, и очень мало людей, которые просят, типа, дайте мне, пожалуйста, полную выписку. Как правило, это связано там с расшифровкой снимков каких-то, либо когда у тебя прям сложный кейс, скорее всего, это хроника или предоперационная подготовка. То есть, тебе нужно пройти очень большой цикл врачей, и ты ходишь с этими стопками документов, потому что если ты придешь, пропустишь что-то и не донесешь там следующему врачу, не донесешь то, что сказал предыдущий, скорее всего, он тебя не поймет. Понял. Про будущее что-то еще надо добавить или все, обсудили? Про будущее AI, более плотная связка онлайн и оффлайна, данные, превенция. Превенция. Но об этом мы говорили в другом выпуске. Слушайте там, добавим ссылку. Артем, спасибо большое за интересную беседу и погружение в мир телемедиацины и немного рядом. Юр, спасибо большое за вопросы, было очень классно. Местами челленджово, и мне приходилось задумываться. Пойду с командой, обсужу новые гипотезы. Здорово. До встречи. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Это был 323-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Артема Пресежнюка и меня, ведущего подкаста, Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки, оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok